Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ох, обожаю такие моменты. Влад Кутузов весь растерялся, он весь смотрит на Габи. Все его внимание туда ушло, поэтому я буду говорить больше. Доброе утро, товарищи. Как и обещали, у нас сейчас в студии появилась изумительная, талантливая, яркая... Я даже не знаю, вот какие эпитеты еще можно применить. Все-все эпитеты, которые мы собрали, применяем певица Габи. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел вот о чем сказать. Я когда-то давно, ты об этом не знаешь, я работал в черных очках. Потом так получилось, что я их снял, и сейчас я жалею об этом, потому что я ослепился. Ослепился. Очень сильно, они бы не помешали мне сейчас. Да что ты, добрый дамский угодник. Между прочим, у Габи есть такой титул, как обладательница лучшего голоса Рио-де-Жанейро. Да. И теперь Габи, между прочим, уже стремится получить титул обладательницы лучшего голоса России, потому что идет, идет, идет с немильными шагами, издает песни, клипы, и армия фанатов растет просто с каждым днем. Слава богу. Слушай, я вот о чем хотел спросить, с чего начать. Ну, на голосе большинство тебя увидели, да, широкая аудитория, да, это же произошло. Я помню, кстати, реакцию, когда все повернулись, да ладно, вот это вот все прозвучало, да, это действительно была такая адекватная реакция абсолютно. Ты же тогда была Габриэла Сильва. Да, Габриэла да Сильвия, да. Да, 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 потом ты стала Габи. Вот такой небольшой, ну, ребрендинг, да, назовем его так. Ну, да. Что-то с этим у тебя внутри произошло, со сменой имени, со сменой имени? Это, а потом я поняла, это вообще не мое, я делала все, что мне вообще не понравилось. А потом я сказала своей, ну, своей командой, сказала, ребята, все, я буду делать, что я хочу. Я так одевала раньше в Бразилии, да, а потом, когда я приелась, да, перестала, мне надо покрасивее одевать, люди так не понимают. Сейчас мы меняли стиль музыкальный, я пою больше R&B, хиппи-хопи, поп-соу, поэтому мы поменялись тоже имя, поэтому сейчас Габи. Слушай, ты потрясающе говоришь на русском языке. Да, спасибо. Тебе сложно это далось вообще? Вообще никогда не училась русский. Не учила вообще? Вообще просто засговариваю после «Новая волна», когда я дала свое первое интервью, я поняла, это просто ужас. И я поняла, что мне надо говорить по-русски. И, ну, просто засговариваю. У меня подруга меня помогала, типа просто, она говорит по-итальянски, по-португальски, и она у меня была как мой перевод. Переводится. И вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, начала говорить по-русски. Слушай, ты мега-талантливый человек, не только в музыке, но и в языке. Аудиал, понимаешь, да, что если вот на слух можно... Ну, говорят, музыкант очень хорошо учить языки всегда. Ну, я уже пою очень много лет, и начинала с 7 лет, совсем маленькая. Слушайте, а мы вот тут интересно за кадром начали общаться, говорим, Габриэла, долго уже живешь в Москве, да, долго живешь в России, к чему не можешь привыкнуть? Она говорит, к зиме. Да, зиме, это вообще пока... Как переживаешь этот сезон? Не люблю, ну, что делать, иногда куда-то уезжаю, летаю, где солнце, море, или ко мне туда, ну, там, в Бразилии. Я выучила такие вот аксессуары, как гамаши. Гамаши? Нет. Гамаши, ты знаешь слово гамаши? Лена, о чем ты говоришь, зачем ты сейчас стоишь в тупик гостей? Гамаши, это теплые штанишки с начесом, которые на копромочке надеваешь, потом приходишь на работу, хлоп, где-нибудь в уголочке снял, и опять красивая девочка. Очень странно слово звучит для нас. Хорошее слово, гамаши, теплая, родная. Слушай, ты в России 8 лет, да, вот, постоянно уже живешь? А все-таки вот помимо... Ну, ничего, сейчас я хочу сказать, 0 градусов, это нормально еще, подожди, еще будет минус 25. Нет, сейчас уже нормально вообще. Я когда приехала сюда первый раз, была ноль, это было просто ужас. Так и сейчас, да? Так холодно. А сейчас вообще жарко для меня, ноль, это вообще хорошо, да. А, ты все разогрелась. Обрусела совсем, говорит, ты на нас, Пашка, что такое всего 0 градусов. Слушай, а скажи, что тебе больше всего нравится в России, ну, ты уже достаточно долго здесь живешь, а к чему привыкнуть еще не можешь никак, помимо Матморозов наших. Что мне здесь нравится? Мне все здесь понравится. Правда, я уже привыкла, ну, у меня есть здесь своя семья, да, люди. Раньше там в Бразилии говорят, что ты там будешь делать, а они серьезно, они не любят, они такие, не любят черные. Мы не улыбаемся, мы всегда улыбаемся. Это неправильно, это неправильно, потому что люди не знаешь, и что они слушают, это так они думают. И поэтому я сказала, ну, мне все здесь нравится, у меня все, ну, работа есть, семья есть, красивая, Москва вообще очень красивая, и город, один из самых красивых в мире, который я уже была. Ну, это правда. Мы о работе сейчас поговорим подробнее, но я хотел спросить, а нет у тебя такой задачи, знаешь, заниматься популяризацией российской культуры там, в Бразилии? То есть приехать, петь песни, может быть, замиксовать какие-нибудь русские народные в R&B? Ну, культуру не знаю, но я уже, у меня есть песня, которая чуть-чуть на португальский, чуть-чуть на русский, потому что, и такие тоже уже больше танцевальные. Мы пишем каждый, ну, почти каждый день мы пишем новые песни сейчас, постоянно. И есть такие на португальский танцевальные, регетон, что-то такого латины, чтобы я могла показать все мои танцы тоже, потому что вот это у меня не хватает. Она потрясающе танцует. Я как бы в курсе, я видел, конечно же, да. Друзья, я хотел напомнить всем, что вы можете задавать Габе свои вопросы прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте. Это, во-первых, там есть специальные посты, есть у нас в WhatsApp Viber, плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Пишите, пожалуйста, Габе с большим удовольствием на них ответит. Конечно, а вы это правда будете сказать. Вот Габе уже сказал, что очень много записывают новых песен, а ведь это неспроста, потому что она работает над новым альбомом. Да, да, я думаю, через месяц-полтора уже будешь готова на русском. У тебя есть какое-то название альбома, или ты хранишь его в секрете? Пока-то секрет. Пока-то секрет. Не могу сказать. И скоро. Хорошо, давай тогда так, ну, просто походим вокруг и около. Чего ожидать твоим поклонникам? То есть там все будет вот такая лютая танцевалка, или Габриэла старая там, ну, старая в смысле предыдущая? Нет, старая Габриэла не будет, ничего, все новое. Что ты сказала такое? Вообще слово такое запрещено к женщине применять в любом контексте. Да, правильно, все. Нет, будет танцевально обязательно. Очень ярко. У нас просто моя работа сейчас, больше стиль такие, американский стиль. И я пою на русском, но аценты американские. И танцы, и чуть-чуть латино тоже, и танцы. И попа, можно сказать? Не помню, попа можно, да? Хорошо, все слова. Можно я скажу, нужно? Нужно? Не только можно, но и нужно. Ну, мы будем делать аценты больше на танцы, на крутые песни. Ну, это соул, R&B, вот эти все дела, да? Это R&B, хиппи-хоп, рэп, регетон, все вместе. И чуть-чуть на португальский, чуть-чуть на русский. Слушай, а мне интересно, смотри, вот как в творческом плане? Ты сама выбираешь то, что ты поешь, сама принимаешь решения вот эти вот творческие? Или все-таки есть у тебя продюсер, человек, который говорит, Габи, вот нужно вот это, вот это, вот так и вот так? Нет, мы вместе делаем. У меня есть и продукция, есть, ну, есть и ребята все, которые, ну, мы сидим, мы вместе делаем песни сейчас, Палагин, Вова, Климашин, это моя команда, которая, мы сидим, давай сегодня, что мы будем делать? Ну, давай R&B. И мы придумаем, что, ну, а потом слова, я тоже, ну, мне слова нет, но мелодия, мы вместе все придумаем. Ну, то есть такой коллективный мозговой, что у нас называется мозговой шторм? А это потому, что если певец или певица поет, что не нравится, я думаю, не получается ничего. А я думаю, я сейчас, я на правильной дороге. Так, друзья, мы все идем правильной дорогой, потому что буквально осталось несколько секунд до премьер на телерадиоканале «Страна Ивана». Ну, эта песня у нас уже играла, но сегодня официальная, потому что непосредственно сам главный участник этого события у нас в гостях сегодня, певица Габи. Так, давай ты объявишь песню, а? Песню «Остыла и клип» на телерадиоканале «Страна Ивана». Своим, друзья, давайте, смотрите, слушать прямо сейчас. «Остыла, остыла, 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 остыла». «Я остыла к тебе, я остыла к тебе, у тебя шансов нет, у тебя шансов нет, нет». «Я остыла, 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 остыла». Субтитры сделал DimaTorzok Мне п*** на разговоры все твои друзей Мне п*** на эти мнения на этот фейк Остановись, милый, я не твоя Ты не возьмешь силы, это моя Мне надо лишнее слово больше Музыку в бомбке Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза Жму я на тормозах, не венусь я назад Остыла, остыла, остыла Остыла, остыла, остыла У меня на увозе, я все к тебе ввозе У тебя шансов нет, у тебя шансов нет Остыла, остыла, остыла Остыла, остыла, остыла У меня на увозе, я все к тебе ввозе У тебя шансов нет, у тебя шансов нет Красота! Чуть-чуть лайва сейчас было у нас, браво! Спасибо! Слушай, ну потрясающе, ну танцы волнующие Костюмы удивительные, все стильно, ярко, все так вот дорого Вот в хорошем смысле этого слова, кто снимал? Янч, это молодой Янч, правда я говорила? Это молодой режиссер, он очень крутой Все такие артисты сенчат модные Это он делает, все клипы это он снимает Куда-то выезжали или здесь, в Москве? Нет, это все здесь, в Москве А много времени ушло? В течение какого времени снимали? Мы начинали 12 или час днем и закончили 3 часа ночи Или 4, не помню точно Слушайте, ну вот когда съемка идет всего один день, это значит такой уровень у режиссера профессионализма Да, да, да В голове у него вся картинка уже сложилась Слушай, обхлепил тот кусочек, о котором мы сейчас говорили за кадром, да? Где длинные танцы, длинные достаточно, где танцы, да? Они без монтажа идут практически Да, да, да Долго репетируют, нет, девчонки? Где-то в середине они вот там? Это, я вообще, они, не знаю, сколько они репетировали, до 2 дня Это было все быстро Да, это очень быстро, да Это очень быстро, да Было очень быстро, до 2 дня мы репетировали и все Слушай, ну здорово А вот про клип-то мы сейчас сказали, а про саму песню Расскажи, кто автор, как она к тебе попала Как ты поняла, что это именно та песня, которую ты хочешь включить в свой новый репертуар? Почему? Потому что я поняла, что вот эта песня, она очень сексуальная Еще какая? Да, я могла чуть-чуть показать Ну, я хотела еще танцевать, но на этой песне, ну, к сожалению, никак не можно показать Но на других будем танцевать побольше На этой песне мне понравился ритм, мелодия и кто делает это? Вот скажи, а эта песня, вот она как к тебе попала, так она в первозданном виде и осталась Или ты все-таки что-то корректируешь? Нет, а мы делаем вместе Вот эта песня, мы сидели, все наши команды И придумали вместе А, я поняла, я поняла, поняла, все, я поняла То есть, все Смотрите, сообщение пришло, Ольга Бугамова пишет, как же она потрясающе выглядит Спасибо Комплимент тебе пришел Очень приятно Активный у тебя фан-клуб, расскажи, как они тебя задабривают, как они тебя встречают на концертах Хорошо очень, слава богу, все хорошо И сейчас и больше, и больше, каждый раз побольше, и больше У меня уже есть в своих фан-клубе на инстаграме, я вообще не знала, потом я видела, но круто Пока мало, но, наверное, скоро будет много Мне кажется, у тебя огромное количество подписчиков, я вчера заказал Ну, это да, но в фан-клубе, который кто-то там делал свои страницы Самая лучшая певица Габриэла, ну, круто, приятно, все равно У меня много, да, женщина, девочка и мужчина Ну, а вот больше в процентном соотношении все-таки мужчин или девчонок, кто? Ну, чуть-чуть больше мужчина, но... Как сказать? Ровно? Нет-нет-нет, начиная с типа до 13 лет, а до 25, вот так Молодые совсем и такие уже... Ну, я тебе хочу сказать, все и не очень молодые тоже, например, вчера у тебя случился плюс один подписчик в инстаграме Вот я нажал ту самую кнопочку Слушайте, давайте подробнее поговорим о работе То есть у тебя сейчас полностью, ты погружена вся в студийную работу, у тебя фотосессии, ты готовишься к выпуску нового альбома И еще новая песня будет скоро Вот, давай про нее Это называется «Этот миг» Скоро мне будем опускаться Можно быть в клипе, пока мы не решили, если мне будет сделать клип на нее Но она танцевальная, но она больше поп-соу, такой стиль Но он танцевально лучше Вот она буквально на следующей неделе уже прям выйдет Да-да-да-да-да А клип, мне кажется, будет тоже волнующий и очень трогательный Будешь снимать клип? Пока думаю, я думаю, да Ох, слушайте Я уже жду Слушай, а скажи, пожалуйста, ты вот из тех людей, которые работают несмотря ни на что Ну, бывает, что там не очень хорошее настроение, да, опять же, там морозы вот эти вот, да Или осень наступил Или ты всегда просто в тонусе находишься, и тебя ничего не волнует У тебя вдохновение 24 часа в сутки Как у тебя это происходит? Ну, я вообще, я люблю свои работы, правда И я так много лет уже пою И я думаю, если ты решила остаться певицей Тебе надо любить свои работы, любить другие людьми, любить, что ты делаешь Поэтому я вообще, конечно, иногда ты устаю Ой, я устал, хочу спать Но потом ты, типа, сама подумала Ой, как круто сейчас будет концерт Такие много людей Ну-ну-ну-ну-ну Вот это все, это вообще так кайф просто Это просто кайф Для меня так кайф Слушайте, про концертный кайф хочу спросить Вот одно дело, вот просто выйти в красивом платье спеть А другое дело, когда тебя заставляют, я не знаю, чуть ли не на турникетах вращаться под куполом цирка Ты соглашаешься на такие авантюры? Конечно, почему нет? Это просто круто Что у тебя было самое такое яркое, рискованное на сцене? Это было Бразилия Я там пела для очень большой Аудитории Да, аудитории И это был карнавал Я не меня Подняли Поднимали Да, наверх И там я пела Ну, чуть-чуть переживала, потому что было очень высоко Ну, нормально Лера, мы обязательно пойдем Я хочу это увидеть Я думаю, мы обязательно пойдем туда наверх Без меня, пожалуйста Слушайте, ну у нас кончается время Вот такая штука получается Большое тебе спасибо Спасибо большое Друзья, Габи совершенно потрясающий у нас был сегодня в гостях Мы запремьерили клип Как-то стало светлее И ждем еще клипов И ждем хорошей музыки От тебя большое спасибо Спасибо большое Очень приятно Всем целую Всем спасибо большое Чао-чао Увидимся Я тот момент, когда артист в студии Я теряю дар речи Что происходит Сейчас ты еще пойдешь фотографироваться Обниматься Габи, спасибо большое Приходи Спасибо Чао, пока Счастливо